Праздник в любви Никто не удосуживается объяснить, что не церковь установила этот праздник. Это всего лишь коммерческий прием, привлекающий покупателей в магазины для приобретения подарков. А жертвой выбрано прекрасное чувство, имя которому — любовь. Расчет беспроигрышный. Ведь когда ты влюблен, все вдруг приобретает особое значение. Любовь делает необыкновенными даже самые обычные буднишние вещи. Наверное, только влюбленные способны видеть жизнь в ее подлинном великолепии и красоте. Часто у влюбленных даже возникает похожее чувство, будто все вокруг — дома, деревья, люди, звездное небо. Только декорации для пьесы, в которой участвуют два лица. Перед ними по-особенному сменяются закаты и рассветы, по-особенному светит солнце, кружатся стежинки и мерцают звезды. Все это действительно прекрасно, но есть одно главное условие — нельзя любить без Христа. Любовь без Христа — это самообман. Без Христа все обречено на временность и непостоянство. А ведь все то, что испытывают влюбленные, как и сама любовь, предназначено для вечности. Сегодня, к сожалению, все чаще можно наблюдать манипуляции со словом «любовь». Ее облекают в разные формы, не соответствующие истинному предназначению. Так и пришедший к нам несколько десятилетий назад День Влюбленных или День Святого Валентина принес с собой целый ворох непринадлежащих любви качеств и свойств, таким образом искажая представление о ней, еще больше закрывая от людей ее истинное звучание. Страстность противоречит любви. Любовь бесстрастна. В ней нет ни лицемерия, ни пошлости, ни гнева, ни эгоизма, ни мщения, ни подавления. Но именно о такой любви нам мало говорят. О ней многие и не догадываются, останавливаясь в своем личном понимании любви на искаженном до неузнаваемости ее отражении. Подобные восприятия можно сравнить с отражением чистого лазурного весеннего неба в грязной луже. И эти бедные люди ошибочно считают, что такая убогая пародия и есть любовь. Многие пребывают в этом заблуждении всю жизнь, так и не рискнув выйти навстречу настоящему чувству, сложить к его ногам свои достоинства и немощи, служить ему всю жизнь. Без истинной любви невозможно по-настоящему жить и дышать. Она дает импульс ко всем действиям. Без любви нельзя качественно работать, создавать полноценную семью, воспитывать порядочных и добрых детей, учиться и познавать мир. Без любви мы не вправе прожить ни одного дня, потому что все краски этого удивительного дня оживут только в любящем по-настоящему сердце. Путь к настоящей любви труден, но осмелившиеся идти по нему будут обязательно вознаграждены величественным звучанием Христовой любви, дающей силы переносить любые испытания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok